здравствуйте друзья здесь демитков юрий снова хочу вернуться к форексу я неоднократно говорил что форекс это плохо что форекс не стоит ввязываться сегодня я хочу рассказать немножечко свою историю о том как вот я недавно таки ввязался форекс и что из этого вышло вот но если кратко то сравнить форекс можно с дерьмом туда очень легко наступить а вот потом очень трудно отмазаться и так больше двух лет назад меня снова заманили на форекс большими значит прибылями сказали долго долго уламывали сказали что блин вот ты будешь получать бешеные деньги и я согласился я перевел туда 500 долларов вот и соответственно так как долго меня уламывали мне дали менеджера достаточно вы бы такого сказали вот хорошего менеджера дадут мне и он мне звонил иногда давал мне какие-то рекомендации давайте я включу да это максим марки он давал мне рекомендации и эти рекомендации в принципе были нормальные рекомендации и они приносили даже прибыль но так как я человек такой вот сейчас я вы видите экран и вот здесь смотрите история счета моего и давайте я вот окунусь в тот самый 2017 год вот смотрите 26 августа я пополнил счет на 500 долларов посмотрите вот первая сделка принесла прибыль 5 целых 47 десятых доллара вторая сделка минус 41 88 долларов значит 25 августа и 25 до 25 августа потом не торговали решили еще так сказать торгануть и соответственно 9 12 сентября плюс 42 доллара 12 сентября плюс 20 долларов еще ну и соответственно минус 067 это какая-то комиссия ежемесячно на сколько он берется дальше опять минус 067 комиссия это 14 0 9 то есть 14 0 9 сделали еще одну сделку фунт против вы видите турецкой лиры и минус 14 25 и в тот же день фунт против турецкой лиры мы перевернулись плюс 15 долларов в принципе разница в 1 доллар мы заработали в тот же день еще 30 долларов заработали тоже на турецкой лире и соответственно минус 067 комиссия вот на следующий день минус 20 долларов и минус 19 долларов минус 35 долларов ну как бы так себе следующий день 18 числа 18 сентября плюс 3 30 долларов плюс 22 доллара и минус 10 долларов минус 10 долларов минус 24 доллара но как-то вот сплошное расстройство пошло плюс 5 долларов да это вот я торгую по рекомендации очень очень опытного я говорю что я буду очень консервативен и так далее вот значит соответственно у кейл это нефть бренд вот мы торгуем что происходит дальше двадцатого числа я решил сам поторговать ну и соответственно до торговался минус сто девяносто восемь долларов минус двести тридцать восемь долларов минус двенадцать и тридцать долларов короче говоря на бренде и соответственно я пролетел вот таким образом я слил практически весь свой депозит вы видите у меня там осталось там четырнадцать долларов вот и соответственно я перестал этим заниматься понятно что я расстроился здесь нет никаких претензий потому что вот те большие сливы вот эти двести долларов и двести тридцать восемь в общем то это я сам без посторонней помощи и дальше с меня раз во сколько-то снимают комиссию не знаю раз во сколько буквально тут каждый день по моему что ли вот снимают комиссию какую-то снимают комиссию 2017 год вот на этом все закончилось дальше потом они закрыли мой счет и отправили в архив вот и спустя два года звонят мне снова и говорят слушай давай все таки вот мы поможем тебе заработать мы понимаем что ты в расстройстве мы дадим тебе кредит мы дадим тебе кредит значит каким условиям то есть мы можно на этом заработать мы там быстренько очень заработаем на этом на этих деньгах мы покажем что на этих деньгах можно заработать мы быстренько сделаем из 1000 долларов 1300 потом ты говорит мне менеджер вносишь гасишь вот этот вот кредит то есть вносишь 1000 долларов погасил кредит и соответственно можешь вернуть все свои деньги а можешь продолжать торговать как хочешь после того как ты погасишь весь кредит вот ну в общем я говорю хорошо вот они говорят мы можем дать тебе кредит на 1000 долларов можем на 3000 долларов можем на 5000 долларов какой ты хочешь я говорю но больше тысячи не надо пожалуйста игру больше тысячи я не смогу внести вот ну хорошо давай и вот они мне вносят 6 марта дают мне 1000 долларов это их деньги я их не могу вывести это кредит и чудесным образом смотрите 6 марта они зарабатывают 124 доллара понимаете да то есть я им даю право управлять этим счетом 124 доллара 0 3 20 это 20 марта еще 130 долларов чуть позже они зарабатывают мне еще 119 долларов и наконец 4 апреля еще 90 долларов они говорят смотри мы очень быстро заработали тебе 400 с лишним долларов ты обещал внести 1000 долларов давай вноси 1000 долларов и значит как хочешь мы можем продолжать торговать с тобой ты будешь мы тебя будем советовать ты будешь торговать значит и либо либо ты можешь вывести все деньги искать вместе с той прибылью которую ты получил вот я как обещал я говорю хорошо я вам несу 1000 долларов 1000 долларов не удалось внести 500 долларов только значит пропустил банк поэтому два раза по 500 долларов вот они деньги я выполнил свои обещания и дальше уже менеджер мне начинает звонить и рекомендовать сделки я точно следую его указаниям точно абсолютно следую его указаниям смотрите ну вы были прибыли там 100 долларов ведь и 90 долларов там да вот как только менеджер начинает мне звонить и значит я говорю что мы будем очень аккуратно 0,1 лота я прекрасно знаю чем это может обернуться торгуем минус 10 с половиной долларов минус 6 долларов плюс 12 долларов смотрите минус 16 долларов плюс 13 получается разница минус 3 доллара окей вот дальше причем сделки такие а давай мы с тобой купим новозеландский доллар против американского доллара и давай мы купим американский доллар против канадского доллара вот такие вот то есть ну хорошо давай почему как неизвестно потом следующая сделка а давай мы купим новозеландский доллар против швейцарского франка давай и мы выставляем стопы соответственно 13 долларов зарабатываем и одновременно мы австралийский доллар против новозеландского доллара купили минус 12 долларов то есть соответственно плюс 1 доллар мы отыграли минус 16 плюс 1 минус 15 пока баланс дальше звонит снова и говорит а давай мы английский фунт против американского доллара купим вроде он должен начать расти и давай мы купим евро против usd то тоже вроде на должно начать расти я прямо четко пользуюсь его рекомендациями говорю стоп-лоссы так сказать ставлю вот take profit и все как он говорит английский фунт надо же не угадали минус 56 долларов и евро против доллара плюс 960 вот дальше я говорю ребята все хватит я хочу вывести свои деньги давайте там сказать у меня на счете ну значит денег моих 1000 долларов 400 долларов они мне заработали от 490 осталось вот 400 я говорю пока не поздно я хочу вывести эти деньги и ну и там сейчас лежит там еще 1000 долларов их вот я прохожу процедуру верификации потому что для того чтобы вывести деньги нужно пройти процедуру верификации пытаюсь в личном кабинете вывести деньги не дает ни мои деньги никакие я говорю процедуру верификации прошла или нет ну там короче говоря не дает свяжитесь с менеджером я пишу письмо сказать с менеджером но по телефону позвонить нельзя пишу письмо он мне отвечает гряду завтра узнаю не знаю почему все все в порядке все завтра узнаю и вот сегодня звонит мне вот это вот та-да-да-данс финансовая служба компании максимаркет и она мне говорит вы хотите вывести все деньги я говорю да я хочу вывести все деньги хорошо говорят они значит верификация пройдена все нормально значит вам доступно к выводу 100 с чем-то долларов как 100 подождите там 1400 долларов откуда 100 как откуда говорит он мы вам дали кредит тысячу долларов вы его не отработали я говорю я вам верну вот тысячу долларов я свои внес вот говорю дайте мне в мои деньги нет на твоих тысячи долларов ну типа мы должны заработать в тысячу долларов сверху так ты будешь выводить свои 100 долларов или нет говорят они подождите подождите ваш молодой человек мне обещал что вот я вношу тысячу долларов и все ничего подобного вы плохо читали условия договора оказывается оказывается не солью когда я начал говорить что в общем сказать считаю себя обманутым он сказал типа можете подавать на наш суд в англии и так далее вот вот так то есть то есть в принципе вы сможете вы сможете сказать там вам заработают на этом кредите 30 процентов но для того чтобы вернуть вот этот кредит вам придется сделать оборот значит какой-то гигантский который ну просто однозначно приведет к сливу депозита это ну как бы это уже известно ну то есть все на самом деле вот что можно сказать о форекс единственное чем я хочу заключить тем что если у вас кто-то из знакомых клюет вот на это дело говорит что вот форекс вот тут говорят можно заработать поделитесь пожалуйста с ним вот этим видео то есть я человек опытный очень опытный я на форексе давно я вот пролетел и я знаю что так сказать вот чем меньше депозит тем больше вероятность пролета то есть заработать то можно ну один на депозитах от там одной и двух тысяч долларов если депозит там 200 долларов 500 долларов то заработать ну практически как вам сказать это не то что вот там монетку кинули и и получилось орел или ряшка нет это значит что монетка у вас будет такая перевернутая то есть она будет вот как бы вот такая и вот такая ну короче говоря ну вероятность там крайне мала со 100 долларами уж точно есть плечом 1 к 1000 у меня плечо 1 к 200 и ну там вот сейчас больше тысячи долларов ну практически нереально эти деньги отработать нереально остаться в плюсе в течение трех месяцев я вас уверяю и именно этим форекс отличается от биржи на бирже на самом деле все ровно наоборот на бирже плечи маленькие во первых во вторых на бирже очень намного сложнее зарегистрировать брокерский счет и намного проще вывести выводятся деньги ну за там ну просто это очень легко сделать то есть один раз надо сделать шаблон деньги поступают ну там в течение четырех часов вот а дальше соответственно на бирже деньги просто я нажимаю на кнопку ввожу сумму так сказать на шаблон и все любые деньги вот во первых во вторых бирже это оно смотрите форекс изначально предназначен для того чтобы торговать скальпинг то есть купил продал купил продал купил продал на бирже есть масса инструментов которые дают фиксированную и гарантированную доходность это облигации это ноты всякие ну то есть есть масса вариантов когда просто ну покупаешь инструмент он дает доходность она будет небольшая может быть пять десять процентов годовых там двадцать процентов годовых но она есть и она буквально гарантирована если хочешь больше да акции но здесь есть некий риск и этому надо учиться и этому я обучаю вот биржа для чайников вот а форекс форекс это тоже учеба только очень дорогая очень дорогая смотрите биржа для чайников стоит там три четыре пять тысяч рублей на форекс ну вот вы видите тысяча долларов вот она учеба сколько стоит на форекс сравните и на бирже реально просто получаются деньги вот и ну когда я понял что деньги не вернуть когда я понял что вот менеджер который рекомендует мне вот эти сделки он ну его деятельность направлен на то чтобы я скорее слил депозит то есть он не заинтересован абсолютно в том чтобы мой депозит рос потому что есть подозрение что они даже мои деньги не выводят в рынок так называемый это возможно это дилеры потому что на форекс рынке это возможно абсолютно легко то есть они могут вводить деньги а могут не выводить и смотрите если у вас депозит маленький вам дает вот какого-то менеджера и который говорит слушай а давай вот это а давай вот это твоими деньгами понимаете вашими деньгами он говорит слушай а давай вот новозеландский против канадского там или против швейцарского почему смотри какой график зеленый красивый вот ну ребята я знаю очень многих людей которые на бирже пришли именно с форекса а вот с биржи на форекс не переходит никто и все кто перешел на бирже переходит именно потому что на форексе все теряют а на бирже все зарабатывают бирже это это серьезно на самом деле поэтому я еще раз предостерегаю вас не лезьте на форекс не видитесь вот на эти посылы по сказать которые что говорят вот вы можете заработать 30 процентов в месяц не сможете вы заработать там действительно есть возможность заработать 30 процентов в месяц но с депозитом в 100 долларов в 200 долларов в 500 долларов тысяч две десять тысяч теоретически это возможно но для очень очень опытного человека теоретически если вы будете знать все правила если вы будете знать чем рисковать и и лучше не рисковать а если не рисковать то это строжайшая дисциплина я надеюсь что это видео поможет избежать ошибок многих людей не лезьте на форекс и отличайте его от биржи пожалуйста биржа это серьезно на бирже заработать можно на форексе не получится спасибо за внимание с вами был Демитков Юрий минуту минуту в минуту минуту в Продолжение следует...